Скажем пару слов о военно-политической обстановке, которая складывается в Украине и вокруг нашей страны. Ну и разгорается скандал, очень интересный международный скандал. Дело в том, что Непал требует от Российской Федерации компенсации за погибших наемников на войне в Украине. Министр иностранных дел Непала рассказал изданию Associated Press, что на войну в Украине Россия завербовала более 200 непальцев. То есть две роты, полноценных роты непальцев воюют в составе вооруженных сил Российской Федерации. И не менее 14 из них уже погибли на фронте. Также министр призвал Россию прекратить рекрутировать в свою армию непальских граждан. Кстати, они там провели довольно большие аресты. Там очень много людей арестовано. И сейчас они будут привлечены к уголовной ответственности за оказание помощи в рекрутинге наемников на войну. Вот так действует международное право. А также министр призвал РФ вернуть, прекратить рекрутинг непальских граждан. Вернуть тех, кто уже завербован и служит в расистской армии. И возвратить на родину тела убитых непальских граждан. Ну, вот даже к гадалке не надо ходить. Больше чем уверен, что тела непальских граждан будут кремированы. И Россия скажет, что никаких граждан никогда в составе их войска не было. Кроме того, Непал еще не просто так. Непал требует от РФИ денежной компенсации за использование их граждан без согласия государства. Это, кстати, вот ответ на вопрос. Вот очень красноречивый, на мой взгляд, и показательный ответ на вопрос. Почему мы говорим, что у нас воюют иностранные граждане в интернациональном легионе вооруженных сил Украины. А те, кто подписал контракт с вооруженными силами Украины. А те, кто подписал контракт с вооруженными силами РФИ, они наемники. Вот именно поэтому. Потому что нет согласия страны на отправку, на участие граждан этой страны в военных действиях на той или иной стороне. То есть Россия даже не собирается соблюдать международное право и спрашивать у властей Непала, а отпустят ли они своих граждан на войну РФИ против Украины. Далее. Соединенные Штаты предвигают. Но опять, это к разговору, за что боролись, на то и напоролись. Путин, великий стратег и восстановитель НАТО. Я бы так, наверное, возродитель. Благодаря усилиям Путина НАТО возрождается и становится на военные рельсы. Соединенные Штаты планируют разместить ядерное оружие в Великобритании. Чего уже не было впервые за 15 лет. То есть 15 лет назад они оттуда его убрали. А теперь они его собираются туда возвращать. Вашингтон, ссылаясь на Пентагон, размышляет над этим из-за растущей угрозы со стороны Рашистской Федерации. Боеголовки будут размещены на авиабазе Королевских ВВС в Лейкен-Хитте. Вопрос, зачем? Потому что подлетное время этих ракет к европейской части РФ намного меньше, чем, допустим, лететь через Дальний Восток, через Тихий океан или лететь через Атлантику и Европу по целям в европейской части РФ. С Великобританией, с их территории, время подлета ракет уменьшается кратно. А мы уже теперь точно знаем с вами, что противоракетной обороны в Рашистской Федерации не существует. Противовоздушная есть и то очаговая, дырявая. А противоракетной практически на сегодняшний день в РФ нет. Далее, Франция планирует изготовить для Украины в этом году 78 САУ «Цезарь». Ну, мы неоднократно с вами говорили, очень хорошо зарекомендовала себя за счет дальности и точности стрельбы эта самоходная на колесной базе атлилистская установка в контрбатарейной борьбе. Причем 6 САУ будут переданы в ближайшее время, а 72 САУ будут переданы в течение года. Я вам скажу, 72 САУ полноценная бригада артиллерийская. 4 дивизиона по 18 САУ. Ну, я думаю, ее распределят по разным участкам, но тем не менее, по количеству это будет полноценная артиллерийская бригада. Далее, Украина и Бельгия подписали меморандум о совместном производстве оружия. Меморандум определяет намерение внедрять совместные проекты, направленные на рост потенциала и объемов производства украинской оборонной промышленности. Речь идет о планах совместного производства определенных типов и видов вооружения, организации ремонта, подготовке специалистов и технического персонала. Также предполагается реализация других мер, направленных на развитие в Украине современной оборонной индустрии. Так что, еще одна страна подписала с нами меморандум для сотрудничества в оборонной сфере и в помощи нам в развитии военно-промышленного комплекса. Ну, и вот то, что я говорил, Китай вновь начал поставлять оружие в Белоруссию. Ну, во всяком случае, в груз военного назначения, скажем так, что известно на данный момент. Об этом нам сообщает телеграм-канал «Белорусский Гаюн». Довольно неплохая информационная платформа в плане сбора и обработки информации, разведыванной информации по перемещению военной информации в отношении белорусской армии. В аэропорт Минска за практически 4 дня 4 рейса. 8, 9, 10 и 11 января совершил один и тот же самолет, совершил рейсы по перевозке военных грузов. Что привезли, точно неизвестно, но особенность в том, что военный груз, военное назначение. Кстати, Boeing 747 китайской авиакомпании Air China возил вот этот военный груз. Почему считается, что, ну, как бы, секретность груза в чем заключается? Дело в том, что этот грузовой Boeing становился на правительственную площадку, там, где обычно приземляется самолет Лукашенко или членов, ну, первых лиц Белоруссии. Вот. И эта площадка находится в стороне, там очень мало глаз посторонних. И рядом с этой площадкой находится выезд с территории аэропорта Минского, где можно выехать без какого-либо досмотра. Предполагается, что рейсы, причем рейсы совершались в ранние часы, подгадывались таким образом, что по Минскому времени в 9.30 самолет улетал. И в 10.10 он уже в период с 9.30 до 10.00 часов, 10.00 минут утра. Через 3 часа самолет вылетал обратно. Этого времени достаточно для того, чтобы самолет разгрузить. Что мог поставлять Пекин Минску? Два варианта существует. Либо это бронеавтомобили «Дракон» китайского производства, которые стоят на вооружении в белорусской армии с 17-го года. Либо это могли быть, есть второй вариант, это могла быть поставка боеприпасов к реактивной системе залпового огня «Полонез». Это белорусская система, сделанная на базе МАЗа, аналог СМЕРЧ. Единственное, что эта система использует китайские ракеты А-20 с дальностью до 200 километров. Один такой полноценный дивизион, систем ПЛНС, был продан в свое время Азербайджану, до начала вот этой 44-дневной освободительной войны в Нагорном Карабахе. Ну, Карабахе. Так что, вот сейчас, я так понимаю, вы довыясняют, и мы, я надеюсь, в скором времени мы будем точно знать, что это было. Либо это были бронемашины, либо боеприпасы к реактивным системам залпового огня «Полонез». К сожалению, то и другое может оказаться в руках рашистской армии. Этого нельзя исключить или нельзя дать гарантию, что такого не произойдет, зная, насколько Белоруссия сотрудничает с Рашистской Федерацией. И, учитывая тот факт, что буквально на днях состоялась встреча, там была встреча человека, похожего на Путина, и Лукашенко. И Лукашенко, кстати, они подписали еще один документ о создании единого информационного агентства союзного государства. То есть, продолжается создание структуры, структур союзного государства между Белоруссией и Рашистской Федерацией. Лукашенко, мы об этом обсуждали с вами, Лукашенко там наговорил, как всегда, кучу политических заявлений, вот, про братские народы, там, и все-все остальное. Но, это болтать не в мешки ворочать. Далее идем. В Украину прибыла Rain Metal. Компания предоставила нам, как и обещала, предоставила нам первую батарею зенитного комплекса Skynex. Это последнее слово в тактическом, в зенитно-ракетных комплексах тактического уровня. Дальность стрельбы 4 километра пушки. И, это пушка 35-миллиметровая, такая же, как на Гепарде пушка, ну, будем так говорить. Это, даже я бы, наверное, Skynex назвал, как бы, следующим поколением вот этих Гепардов. Только Гепард на базе, а, этот, Леопарда 1-го танка, там, танковая база и башня с двумя пушками, спаренная пушка. Вот, а здесь пушка одиночная, то есть, один ствол, но это комплекс. Чем он отличается и чем он хорош? Он хорош тем, что работает в комплексе. Есть радар, есть пункт управления и есть, допустим, 4 пушки. Вот это одна батарея. И дальность действия радара 50 километров. Радар видит на 50 километров. Пушки, пушки имеют дальность поражения до 4 километров. Снаряды, снаряды этого, этого комплекса начинены вольфрамовыми шариками. И они срабатывают, неконтактное поражение цели происходит. Это очень эффективно для борьбы с дронами, типа шахет, и для борьбы с крылатыми ракетами. И, соответственно, для прикрытия войск или объекта. Вот 4 километра дальность, радиус 4 километра, вот вам прикрытый объект уже одной пушкой. И смысл в том, что снаряд программируется, так же как в Гепардии есть программируемые снаряды. Снаряд программируется на определенную дальность. И, не долетая цели, он идет на встречных курсах. Он взрывается. И вышибной заряд выбивает вот это вот целое, количество не указано, целую кучу вот этих вольфрамовых шариков. Шарики создают сплошное облако, вот этих металлическое, начиненное металлическими шариками. И цель, проходя сквозь это облако, разрушается. Или шарики, проходя сквозь цель, они ее просто секут в решето. В результате чего она сбивается, может сдетонировать в воздухе. Ну, в любом случае, она падает. Не летит дальше. Вот это батарея Skynex. Передана Rain Metal, производитель. Кстати, он строит сейчас завод по производству боеприпасов. Место строительства завода не разглашается. И, как сказал генеральный директор этой компании, что то, что раньше мы могли сделать за несколько лет, сегодня мы можем сделать за несколько месяцев. То есть, завод к лету будет работать, уже производить боеприпасы. В том числе, эти боеприпасы будут поставляться в Украину. Так что, немцы не теряют времени зря. И разворачивают свой военно-промышленный комплекс. Ну, и еще напомню ситуацию в Париже. Вчера я вам говорил, что в Париж стягивают бронетехнику. Да, сегодня именно это и происходит. Для того, чтобы избежать блокады города, столицы Франции. Это уже приказ официально отдан. Французский президент отдал приказ на перемещение бронетехники не только в Париж, но и в другие города, которые могут быть заблокированы протестующими. Подтвержденные в танк и танк, подверженные в города, которые подвержены особой активности демонстрантов, чтобы не допустить продовольственные блокады столицы, бастующими фермерами, дальнобойщиками и таксистами. Вот три категории уже протестующих есть во Франции и они угрожают. Ну, вчера я вам говорил, что автомагистраль А-13, можете посмотреть на карте, где она находится, она уже блокировалась тракторами и таксистами. Сегодня, видите, в те города, где активно проявляется, большую активность проявляют демонстранты, стягивается бронетехника по приказу президента Франции. Кстати, сегодня в 17.30, я так понимаю, по киевскому времени, не по парижскому, может по парижскому, надо уточнить, но в 17.30 посольство Франции в Украине распространяет информацию, что в 17.30, наверное, по киевскому, будет официальное обращение президента Франции к французам относительно сложившейся ситуации. Так что послушаем и посмотрим, как будут развиваться события дальше. Ну и вишенкой на торте сегодняшнего военно-политического блока будет сообщение о том, что, ну как обычно, Путин же самый великий стратег в мире, всех переиграл. Из российских аптек продолжают исчезать лекарства. В 2003 году из ассортимента российских аптек пропали 2,2 тысячи торговых позиций. Всего на аптечных полках по итогам года было доступно на 11% меньше лекарств, чем годом ранее. Я сразу отражаю возможность вопроса, что у нас аптеки ломятся от лекарств. Да, я не сомневаюсь в этом, что нет пустых полок в аптеках и что стоят очереди за лекарством. Нет, но нету тех лекарств, нету импортных лекарств, нету брендов международных, которые ушли с российского рынка. Быстрее всего за год сократилось число самых дешевых препаратов. Их стало на 24% меньше, чем в прошлом году. С 5,7 тысяч торговых позиций в 2022 году, которые продавались в российских аптеках, показатель упал до 4,6 тысяч торговых позиций, которые продаются сегодня. Это следует из расчетов аналитиков. Вот в чем вопрос. Вопрос того, что качественные европейские лекарства, которые прошли клинические испытания, исчезают с полок аптек Рашизской Федерации. И лечиться будут отечественными препаратами. Импортозамещение. Вот здесь, наверное, будет работать импортозамещение. Так что вот такая вот ситуация. Обновляется ассортимент и уходят на именование торговых позиций с полок Рашизских аптек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова